За мостиком влево стоял клуб. Вот здесь вот остатки фундамента. Вот он просматривается. Это детский сад был. Игорь Казаченко загорелся идеей установить часовню в память о погибших фронтовиках лет 8 назад. Из села Арджоникидзевская на фронт ушли около полутысячи человек. Четверо из них стали героями Советского Союза. Эти люди и считает местный житель достойный того, чтобы их помнили. Там на берегу есть искусственное озеро. Там раньше был районный клуб. И один из фронтовиков, я еще захватил их, мне рассказывал, что отсюда мы уходили на фронт. И было бы хорошо, чтобы здесь стояло что-то памятное. Часовня уже готова. Спроектировал ее сам Казаченко. Несколько лет откладывали с женой деньги из пенсии, закупили материалы. Воплотили идею в жизни волонтеры. Автор часовни рассказывает, ему не пришлось платить за работу, за доставку. Местные жители ждут с нетерпением, когда в селе появится место, где можно будет отдать дань памяти погибшим фронтовикам. Ведь у многих солдат той страшной войны до сих пор нет даже могил, куда могли бы прийти родственники 9 мая. Все будут идти. И молодежь, и дети, и пожилые. Все будут идти. Я знаю, что Виталий хочет сделать память о погибших, о войне. Это, в принципе, патриотично. Это мое мнение. Да, я думаю, что мнение всех соседей. Потому что это память о людях погибших, которые защищали нас. Я думаю, что это обязательно нужно поставить. А местные власти почему-то доброму делу не помогают. И мне порекомендовали за разрешением на отвод земли обратиться к замминистру обороны. И только после его разрешения, что мы вроде будем готовы это сделать. А еще отправляли в республиканскую епархию, в другие инстанции. Почему чиновники не поддержали инициативу и не помогли сельчанам, выяснить нам так и не удалось. Когда в назначенное заранее время наша съемочная группа приехала в районную администрацию, никого не оказалось на местах. Однако справедливости ради стоит отметить, что место под установку памятного объекта все же определили. Именно в этом месте сельские власти выделили участок для установки часовни. Прямо за мной находятся магазины. И по мнению чиновников, именно здесь вполне уместно вспоминать погибших фронтовиков. Однако инициатор этой идеи считает совершенно по-другому. Игорь Витальевич настаивает, что на месте бывшего клуба, который многие жители Орженикидзовского района вспоминают с особыми чувствами, установить часовню логичнее. Поддержали Казаченко и местные депутаты. Однако их решение также никто не принял в расчет. Сколько еще часовня пролежит в разобранном виде, ответ на этот вопрос зависит только от властей района. Наталья Данина, Андрей Доржу, РТС.